друзья привет с вами я михаил шилов автор проекта budushin.ru, budublog.ru, makivara.ru, korrektura.ru, drshilov.com все эти проекты кроме korrektura.ru сейчас на реконструкции находятся, но в самое-самое ближайшее время они заработают, так что заходите на эти сайты, подписывайтесь на рассылки, а главное заходите в соцсети, у меня в соцсетях везде есть, в проектах под теми же самыми названиями абсолютно, и доктор шилов, и корректура, и budushin, там правда еще есть такие сообщества как боевые искусства, makivara и так далее. Еще обязательно следите за мной на ютубе, два канала, ютубовский канал мой Михаил Шилов и Михаил Шилов live channel, где кстати вот это вот видео тоже появится после того как будет опубликовано на фейсбуке. Итак, сегодняшняя тема. Серьезная тема. Как быть, если на ответственных соревнованиях, на очень серьезных, в финале, ну предположим, сошлись два бойца из одного клуба. Как вот им быть? Я сейчас рассказываю про полноконтактные виды спорта, ну предположим, такие как ММА, да? Вот серьезные бои, прям вообще. Как быть? Два человека с одного клуба прекрасно друга знают, прекрасные сами друзья. Делят между собой, должны поделить между собой первое и второе место. Как вот вы считаете, как они должны поступить? Должны ли они биться, как говорится, насмерть, как будто бы это супер принципиальный бой или должны найти какой-то выход для того, чтобы не пострадал сам клуб, чтобы не было лишних травм и чтобы все остались, в общем-то, довольны. И зрители, и сами бойцы, и тренера. В общем, как поступить? Серьезная, на самом деле, тема. Почему я эту тему завел? Потому что я был совсем недавно свидетелем на чемпионате Ивановской Нотобласти именно такой ситуации, когда в одной из весовых категорий два хороших бойца сошлись в финале, в битве за первое и второе место. И, конечно, было видно с самого начала буквально, что бить они друг друга не хотят, не собираются, а в принципе. Ну и настолько это было явно, что у многих зрителей осталась некого рода такая вот косадочка, антипатия такая к этим бойцам, хотя оба бойца прекрасные бойцы. То есть они все бойцы до выхода в финал провели просто на ура, высший пилотаж. А в финале их как будто подменили. Вот. Ну, вот мне интересно ваше мнение, как, собственно говоря, как быть. Я хочу сказать, что очень часто в различных клубах, ну вот не бойцовских, а мы предложим в игровых видах спорта, в таких видах спорта, как, предположим, атлетика легкая, лыжные гонки, велосипедные гонки и так далее, когда вот возникает такая ситуация, авто, мото, гонки, то спортсмены часто даже договариваются для того, чтобы не помешать друг другу, потому что там можно действительно друг другу помешать так, что в итоге никто не станет сам чемпионом. Но там, понимаете, нет такого, что в финале двое человек соревнуются. Там обычно много человек, и кто-то из них должен выйти там, да, предположим, там 10 человек, или они должны принять между собой первые 10 мест. Вот так вот. Ну вот два сильнейших, как бы, понятно, фавориты из одного их клуба. Все, вот они уже на первом месте, там, для финиша. И у них есть стратегия, согласно которой, если это не является делом принципа, там, зарубы именно между ними двумя, они уже все решили, кто из них должен вступить, кто должен прийти первым, кто вторым. Для чего это делается? Для того, чтобы дальше, предположим, будут ответственные соревнования, через месяц или сколько-то еще. И любая травма одного из них в этой самой зарубе, любая ненужная перегрузка, она приведет к тому, что спортсмены травмируются, и команда будет ослаблена. Здесь-то, в принципе, происходит то же самое. Тут был чемпионат области Ивановской, а сейчас вот должен быть ЦКО. Ну и что? Вот они бы зарубились бы, по полной программе травмировались бы оба, и кто бы на ЦКО поехал? Может быть, никто из них. Понимаете идею? И поэтому они вот поступили таким образом. Вроде это рационально, вроде правильно, разумно, но как же быть со зрителями, как же быть с интригой спорта и так далее? На самом деле, для тех, кто знает и понимает, было видно все равно, кто из них сильнее. Один из них явно доминировал всю дорогу. Он показал, даже нажал, поэтому с Эфира вылетел вот дальше в продолжение. Поступили правильно. Один из них настолько хорошо доминировал, то есть было видно с самого начала все это дело. Вот, он, говорю, и болевой провел, но до конца его не довел, удушающий до конца не довел, хотя было видно, что он его может все-таки провести. И внизу поборолся, и вверху поборолся, и добивание сделал, и в стойке доминировал, в общем-то, по сути. В общем, ну, все в режиме лайк вот такой. Да, ни одного сильного там удара, ничего. Но все равно было понятно, что он на порядок превосходит твоего противника. А на самом деле, я думаю, они могли бы все равно сделать поединок серьезным, красивым и зрелищным, предположим, переведя всю, то есть, предположим, так, отказавшись преимущественно от ударки и переведя все на борьбу. Ну, что, в общем-то, с самого конца они и попытались сделать. По рекомендации судьи, который сделал нам пару замечаний по поводу того, что они не активно ведут бой, и поэтому, да, надо добавлять активность, иначе будут уже, там, частостные санкции. И они стали более, значит, активно бороться. И вот тут и проявилось, собственно говоря, все. И бой уже дальше стал красивым, зрелищным, и зрители были, ну, как-то удовлетворены, и, по сути, уже, если бы не начало вот это вот в режиме лайк, то это было просто великолепно. Но вот интересно-то другая ситуация. Интересно то, что вы по этому поводу думаете. Как вот таких ситуаций вступать? Это же не единичный случай. Очень часто бывает так, что команда какая-то очень сильная. И бойцы у нее все время делят места на любых соревнованиях, любого ранга между собой. Но я понимаю, если выступать, предположим, там, каратэ и выступление в катах, ну, зарубайтесь вот по полной программе, все нормально. Ну, здесь, где воля к победе и огромное желание победить идет к тому, что бойцы отдают все возможные силы и применяют все возможности, которые только можно, что неминуемо приведет к излишнему риску травматизма серьезного. Вот как поступать в этих ситуациях? Это очень часто бывает и в других видах спорта. Ну, боевых. Еще вот, ну, представьте такую ситуацию, да, когда это ММА, где можно перевести всю тему, ну, борьбу в партах и бороться там. А если это, предположим, ну, бокс? Ну, да, любительский бокс позволяет очки набирать, то есть работать по очкам. Но тут тоже прекрасно видно, что человек вкладывается, не вкладывается в удар, а боксирует ли он в полную силу? Нет. И если уже, если уж чересчур будет игровая манера ведения боя, то это еще больше глаза бросаться. Я не знаю, как в таких ситуациях должен поступать, как должны вести себя судьи в этих ситуациях. Он попадает в самые сложные положения, потому что, ну, что получается? Бойцы даже, в общем-то, по сути, и не договаривались, просто не хотят вить сильный. Кто им запретит это сделать? Это их право. Они могут вести бой в том режиме, в котором они хотят. Здесь нету ставок, здесь нету тотализатора. Поэтому здесь нет мошенничества. Если человек не хочет выигрывать с ненокаутом, кто же ему запретит вести бой так, чтобы не нокаутировать своего противника? Вот интересно. На самом деле записать все это видео на эту тему у меня сподвиг один мой коллега, который прямо реально возмутился по поводу того, что это хирота, когда получается такая вещь. Он, ну, и он, и многие другие, ну, не скажу, что там ужаждаются мне кровью, но вот такие они максималисты. У них дело принципиальное. Вышли в финал, да, два там товарища, два друга. Они все равно должны в финале друг друга поубивать. Ну, не поубивать, но реально биться так, чтобы только чумы трещали. А я вот даже не знаю, как полностью продумать эту ситуацию. Я вам несколько подходов обрисовал, почему возможны самые разные концепты, да? Блин, что-то так же, да? И какую выбирать, это уже ведет на выборы с бойца, что-то так же. По-другому не получается. Опасное движение. Я, конечно, считаю, что если эта тема клубная, а не личная, то есть если для человека важен клуб, коллектив, то есть важны товарищи его, то, конечно, интересы клуба должны превалировать однозначно. Если предстоят какие-то ответственные соревнования в ближайшее время, в дальнейшем, то риски получения травмы, там их можно минимизировать, должны быть абсолютно минимизированы. Даже если придется вот нести поединок не в таком-то ключе, чтобы друг друга целенаправленно пытаться победить, применив абсолютно все возможности силового прессинга, силового режима ведения боя. То есть здесь надо больше переключаться на ловкость и менять малотравматичные приемы и попытаться перейти все на них. Другой вопрос, что здесь опять дуально. Предположим, один из бойцов намного сильнее в ударке, а другой намного сильнее в борьбе. Следуя той концепции, которую я предложил несколько минут назад, вроде бы было бы неплохо перевести все в борьбу и абсолютно почти весь бой провести там, стараясь друг другу наносить ударов как можно меньше. Ну и, конечно, не доводя болевые приемы для своего логического, так называемого, финала, когда делали не сдачи противника, а в том, что действительно он остается с травмированной конечностями, с оторванными мышцами, связками и так далее. Вот, такие пироги. Поэтому вот тому, кто с ударкой, предположим, имеет именно все шансы в ударке, для него такая концепция окажется абсолютно неприемлема, потому что для него оптимальная ее задача – это решение, задача на победу в стойке. Вот, оставляю поэтому вот эту тему, скажем так, открытую. Я свое видение в некотором роде, скажем так, изложил на эту тему. Ответа я сам полного на эту тему не имею. Окончательно считаю, что эта тема туаленная. Слово, значит, я считаю, что, конечно, интересы клуба должны превалировать, а не только личностные. Но как этого добиваться, это, ну, можно сказать, что в каждом случае должен быть индивидуальный подсказчик. Но тем не менее, хотелось бы какую-то получить универсальную стратегию на подобный случай. И если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то обязательно подойдем в нее. Значит, предлагайте их, и будем их обсуждать. Если вы задаете вопросы, я, значит, вам обязательно отвечу. Кстати, это видео будет выложено, опять же, в том числе и на Ютубе, на Михаил Шилов, Live Channel. Так что можно вопросы задать и там. Мы можем подискутировать по аннотации, или не аннотации, а по комментариям к этому. Ну что ж, друзья, если вы не готовы сейчас обсуждать, то есть я с вами сегодня прощаюсь. Ну, давайте вам эту тему наподумать, и мне тоже. Обсудим чуть позже. Салют.